Еще раз здравствуйте, город Красноярск. Я представляю врачей-инфекционистов, врачей-иммунологов. И так получилось, что в последнее время мы очень активно и очень много занимаемся иммунопосредованными заболеваниями. И необходимо отметить, что эта категория заболеваний на сегодняшний момент самая многочисленная. Что бы ни говорили неврологи, что бы ни говорили кардиологи, вот группа заболеваний с нарушением функции иммунной системы, она категорически находится на первом месте. Если кто-то не верит, я могу сослаться на нашу статью, где вот именно с позиции дисрегуляции отдельных систем мы и рассматриваем всю заболеваемость. И в том числе одна из таких болезней достаточно необычных, несмотря на то, что мы говорим, что вроде бы мы ее знаем, так, знаем, сяк. Но тем не менее эта инфекция совершенно необычная. Ну, во-первых, так или иначе, она очень плотно ассоциирована с той патологией, которой вы занимаетесь сегодня. Это онкологическая патология. И так же, как и онкологическая патология, они сопоставимы, они соизмеримы с тем, что и там, и там, развитие, тяжелые развития, развитие заболевания, они сопряжены с нарушениями функции иммунной системы. Поэтому мы говорим о ВПЧ-инфекции, подразумеваем рак, и мы говорим о каких-то формах рака, мы всегда должны думать о иммунной системе. Я сейчас могу, наверное, с позиции так чисто провокационно сказать, что я здесь за последний период 2 или 3 работы встречал, то, что ВПЧ-инфекция, она может вызывать рак простаты, ну, самый распространенный рак среди мужчин. Ну, тем не менее, перед тем, как говорить о ВПЧ-инфекции, необходимо отметить, что вирусная инфекция – это особая инфекция. Прежде всего, им характерна определенная органоспецифичность. То есть, опять же, с позиции ВПЧ-инфекции – это только эпителиальные клетки. Это категорически внутриклеточный патоген, внутриклеточный паразит. Вне клетки это существо считается, что это неживое, оно не ведет никакое биологически активное существование. Необходимо отметить, что если вирусный ген попал и встроился в ДНК клетки, он там остается практически навсегда. И по работам наших генетиков, они отмечают, что практически 30-40% клеток имеют так называемый вирусный мусор. И один из источников такого мусора – это как раз есть не что иное, как это вирусы. При этом необходимо отметить, что цикл жизни у клеток, он совершенно разный. И, например, если в телеальной клетке они живут там 3-4 недели, то клетки центральной нервной системы живут 30-50 лет. Поэтому ВПЧ-инфекция, если она не будет заражать соседние клетки, которые у соседнего человека при контакте, то так или иначе пройдет самовыздоровление. Необходимо отметить, что виды инфекций опять с позиции клетки, они бывают самые различные. Бывают ситуации, когда клетка разрушается, бывают ситуации, когда клетка не разрушается. И основная задача вируса – это договориться непосредственно с клеткой, с организма человека, чтобы организм не разрушал зараженные вирусом клетки. Ну а разрушает-то клетки никто иная, как иммунная система. И поэтому, с одной стороны, мы ожидаем, что иммунная система не должна разрушать клетки, чтобы не привести к какой-то дисфункции органов и систем. А с другой стороны, если иммунная система не будет разрушать подобные клетки, то произойдет малогнизация, и тогда придется работать нашим коллегам-онкологам. Еще одна ситуация. Необходимо рассмотреть, что, по сути дела, против вирусных инфекциях существуют различные те или иные защитные системы. Здесь задействованы все уровни защиты, как врожденный, адаптивный иммунитет, гуморальное звено, клеточное звено. Но и хотелось бы прежде всего отметить, что для ВПЧ характерно, что основную роль в защите от вирусной папилломатозной инфекции играет так называемый мухозальный иммунитет. Почему? Ну, во-первых, вирус поражает клетки мухозального иммунитет, петляльные клетки. Вирус непосредственно дальше, он не обладает системным эффектом, он не воздействует на организм в целом. Он локальный вирус, это локальная инфекция. И это инфекция непосредственно определенных барьеров. Это слизистые, это кожа. Поэтому здесь защиту осуществляет категорически мухозальный иммунитет. Что такое мухозальный иммунитет? Это на сегодняшний момент огромная группа защитных факторов. Она связана с тем, что это наши барьеры, это непосредственно определенный основной контакт с внешней средой и внешней средой в основном непосредственно с вирусами, с бактериями, с какими-то другими чужеродными веществами. Здесь мы можем говорить о многих факторах защиты. При этом, естественно, основной фактор защиты принадлежит непосредственно клеткам иммунной системы. И здесь необходимо отметить, что, например, сегодня с современных позиций, как раз клетки мухозального иммунитета, они особые клетки. Во-первых, это всем нами известные клетки, которые травитворные. ТВ-лимфоциты, нитрофилы, натуральные киллеры. Но большая категория клеток, так называемых эмбриональных, это те клетки, которые в процессе эмбриогенеза заселились и живут там, без определенных контактов с костным мозгом, без определенных контактов с внешней и внутренней средой. Поэтому это особый пул клеток, который при их истощении, при их неправильной работе, мы и можем ожидать каких-то неблагоприятных исходов. При этом, как я уже отмечал, что сегодня уровень защиты, вот как раз на уровне мухозального иммунитета, он достаточно мощный. И до 95% всех заболеваний, они не проходят через эти барьеры. Системный запуск инфекции, когда требуется работа врожденного иммунитета, а тем более адаптивного иммунитета, это достаточно редкая вещь. Поэтому на сегодняшний момент, я потом буду более детально эту тему обсуждать, защита непосредственно от ВПЧ-инфекции, это прежде всего защита мухозального иммунитета. И развитие ВПЧ-инфекции, она сопряжена с дизрегуляцией именно мухозального, барьерного, локального иммунитета. Ну, актуальность ВПЧ-инфекции, я, наверное, на этом останавливаться не буду. У нас, мы инфекционистов, по этому поводу существует свое мнение. Но, тем не менее, существует огромная популяция людей, которые поддерживают, это доказано, поддерживают данную инфекцию. Поэтому мы ВПЧ-инфекции заражаемся в течение жизни всем. И после этого, в зависимости от того, как работает наша иммунная система, мы вправе ожидать тот или иной ответ. По патогенозу ВПЧ-инфекции Сюзанна Михайловна достаточно подробно остановилась. Я, наверное, про это уже говорить не буду. Я немножечко остановлюсь на иммунопатогенезе ВПЧ-инфекции. И опять же, прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание на, опять же, мукозальный иммунитет. Ситуация номер раз. Происходит заражение базальных клеток эпителия. Непосредственно тех клеток, которые защищены многослойным эпителиям, защищены противоразличными защитными факторами. И непосредственно необходима, наверное, та травма, микротравма, микроповреждения, чтобы вирус достиг именно базального слоя. При этом необходимо отметить также и то, что специфические антитела против ВПЧ-инфекции, они активно могут, если они есть, заблокировать эту вирусную инфекцию. Поэтому здесь неоспорима роль вакцинации в этом случае. Различные антимикробные пептиды, нормальная микробиота – это все то, что предотвратит поражение вирусом к нормальной клетке базального слоя эпителия. Дальше. Необходимо отметить, что в процессе развития инфекции, как в непродуктивной фазе, так и в продуктивной фазе, вирус использует различные механизмы так называемого ускользания от иммунной системы. И прежде всего, учитывая, что это внутриклеточный патоген, внутриклеточный паразит, особенность этого вируса в том, что клетка, зараженная вирусом, не выдает так называемые сигнальные молекулы, не выдает белки теплового шока, на которые должна бы в нормальных условиях срабатывать система иммунитета. В идеале, вот так в нормальном состоянии должен среагировать иммунитет, для того, чтобы не предотвратить ВПЧ-инфекцию. Кератоноцид, где находится вирус, так или иначе, должен предоставить так называемые белки теплового шока, либо сигнальные молекулы, свидетельствующие о том, что имеется вирусная инфекция, на которую должна среагировать комплекс различных механизмов, конечным итогом которого было бы распознавание клетки, и ее конечное уничтожение. Поэтому это все говорится о нормальных условиях. К сожалению, этого не происходит. Прежде всего, это связано с тем, что непосредственно базальный слой и следующий шиповатый слой клеток, где находятся бетлеоциты, они мало подвержены контакту с клетками иммунной системы, основными факторами, которые формируют иммунный ответ как таковой. Помимо этого, вирус папилломы человека имеет различные факторы, которые дают ему возможность развиваться, ускользая от системы иммунитета. Это связано с блокированием сигналами патоген распознающих рецепторов, о чем говорила Сузанна Михайловна, и интерферона 1, типа первого типа. По большому счету блокируется более 300 сигнальных молекул, 300 различных белков, которые стимулируют альфа-интерферон. Естественно, альфа-интерферон – основной фактор защиты от вирусных инфекций. Естественно, это будет способствовать развитию вирусной инфекции. Блокируется основной сигнал, сигналинг, адаптерная молекул НАКБ, которая, в итоге ее функция – активировать систему выработки различных цитокинов. За счет этого подавляется продукция цитокинов, и непосредственно так называемые онкогенные белки Е6 и Е7, они подавляют продукцию цитокинов. Прежде всего, это касается интерлекина-1 и касается хемогинов. Дальше вирусный белок блокирует непосредственно молекулы, которые осуществляют презентацию антигена. Это рецепторы, кластеры дифференцировки 1 и CD1 рецептор. За счет этого не происходит распознавания натуральными киллерами зараженных клеток. И опять же, вирусная инфекция за счет этого ускользает от иммунной системы. Как я уже и говорил, нарушение синтеза цитокинов и хемокинов блокирует прежде всего хемотаксис клеток Лангенгарса, находящихся среди клеток эпителия, к очгу поражения. И блокируется непосредственное прикрепление клеток Лангенгарса к зараженным клеткам и их фагоцитоз дендритными клетками. И в дальнейшем за счет этого не запускается непосредственно и клеточный, и гуморальный, и иммунный ответ на эту инфекцию. Как же я уже и говорил, что подавление синтеза интерферона, оно блокирует действия, блокирует активность натуральных киллеров, блокирует так называемых активность, блокирует так называемых клеток внутри эпителиальных лимфоидных клеток, блокирует лимфоциты рожденного иммунитета. Таким самым образом это выключается одно из важнейших звеньев, опять же, мукозального иммунитета на реакцию вирусную инфекцию, ВПЧ-инфекцию. Вам хорошо известно так называемые тимусоассоциированные макрофагии и миоидные супрессорные клетки. Так вот, за счет формирования и выработки различных белков, связанных с ВПЧ-инфекцией, как раз количество этих клеток увеличивается значительно, а это не что иное, как предвестник раковых заболеваний. Таким же предвестником и формирования раковых заболеваний служит увеличение в очаге, где находится непосредственно пораженное ВПЧ. клетки формируются и увеличивается большое количество регуляторных клеток и Т-хелперов второго типа, которые прежде всего блокируют цитотоксические длимфоциты, и они не могут распознать и уничтожить зараженные вирусы клеток. Ну и буквально два слова я бы хотел сказать. Ну не только осветить тему, что есть вирусная инфекция, но мне бы еще хотелось с позиции иммунологии подсказать и ответить на вопрос, ну а что же делать, что нам делать, когда мы видим вот такую проблему, связанную с инфекцией. И здесь хотелось бы презентовать иммунологические подходы непосредственно к лечению данной инфекции. Их, они очень просты, так или иначе необходимо устранение причины, связанные прежде всего с иммунными нарушениями. Время заканчивается, пожалуйста. Все, у меня буквально последний слайд. Необходимо устранение патогенного агента. В данном случае, если мы видим бородавки, кандиломы, мы их обязаны убрать. Необходимо провести сопровождающую терапию. И чаще всего этого хватает без проведения иммуноактивной терапии. И здесь необходимо отметить, учитывая то, что это локальное поражение, локальный иммунитет, необходимо отметить, что существует большое количество лекарственных средств, которые непосредственно местно воздействуют на патологические очаги. Продолжение следует...